Все договора, которые закладываются между государствами, они уже отображают то положение дел, в которых эти государства находятся, и закладывают следующие шаги. Что это значит? Это значит, что договор о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной дает возможность уже тем импортерам и экспортерам с обоих сторон взаимодействовать практически беспошлинно или сильно их уменьшив в зависимости от группы товаров, которые поставляют в одну или другую страну. Это первое. Второе, что очень важно, что этот договор регулирует, как такое взаимодействие должно быть. Третье, это то, что такой договор дает возможность и объясняет, как решать споры между бизнесменами, деловыми людьми в случае, если такие возникли. Потому что, когда мы говорим о больших контрактах по миру, то их понятно, как решать. Есть арбитражные суды Лондона, европейские. Но когда речь идет о небольших контрактах, то стоимость самого контракта может быть ниже, меньше гораздо, чем решить спор в таком суде. И тут возникает большинство сделок. Они имеют средний и маленький объем. И поэтому возникает большой вопрос, как же это решать. И всегда есть проблема решать это в другой стране. Для украинской стороны тяжело на иврите решать такой спор, а для израильской стороны тяжело на украинском языке решать такой спор. И поэтому есть, как правило, мировая практика говорит об арбитражных судах, которые должны признаваться в той или иной стране. И договор этот регулирует, как это должно работать. Конечно, есть много всяких препятствий, пока этому реально работает. Но посмотрим, как это будет регулироваться государством. Еще что важно понять, что договор не делает. То есть помимо того, что там есть, это довольно большой документ, больше ста страниц, есть еще часть договора, что не включает. А он в себя не включает сервисные услуги. И это очень большой объем торгов между нашими странами, сервисные услуги. И эти сервисные услуги, по нашим оценкам, торгово-промышленные палаты достигают, ну, скажем, давайте будем более корректно говорить, они такого же порядка, как товарооборот между нашими государствами. Их очень сложно посчитать, есть этому объективные и субъективные причины, но забывать об этом точно не нужно. Еще нужно понимать, что есть кроме сервисных услуг и товаров, всякие разные виды сертификаций, то есть квот. Этот договор тоже предусматривает взаимодействие и урегулирование этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok